Привет, зрители! У меня сегодня прям день обзоров. Главное, чтобы их вовремя потом смонтировать. Сейчас будут обзоры с Озона и Вайтберрис. И то, что сейчас на мне, это тоже с Вайтберриса. Оно отдельно обозревалось, когда мне религия запретила. Сразу нормально кто-то сидит с собой. Мне носочки приказали долго жить практически все. На всех резинках хренок. Практически на всех. И что-то вот обычные такие, пардон, где они попадались. Или теплые, или коротенькие. В итоге я блюной заказала коротенькие. Две пары. Хлопах 71%, полиамид 25%, холостан 4%. И по отзывам они вроде как были нормальные. Одни совершенно такие ровненькие. А другие с какой-то такой вязью. Ну, с каким-то таким рисуночком. Все это вот такие вот. Вот. 81 рубль, кажется, за вот такой набор. Ну, там как бы он набором был две пары. 35-37. Женские носки. Не чихнуть бы сейчас. Сейчас чихну. Их! 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 Все. Даже меньше, чем думала. Я тут сидела на кухне, что-то делала. То ли монтировала, то ли еще что-то. И так чихну. А рядом кошка на тавуретке. Она как с испугу рванет куда-то там. Носочки. У меня одна терка шестигранная. Приказала долго жить. Часть граней заржавела. И вроде не всегда их и пользую. А некоторые я вообще не пользую. Они не заржавели. И я пришла к выводу, что я хочу просто терочку, которая вот такая односторонняя, повесила на крючочек. И висит она. Надо снял ее, потер, помыл. И все ништяк. У меня такая есть как бы. Для сыра и шоколада мелкая. Не совсем мелкая, которая вот такая, что совсем колюченькая и мелкая. А вот просто мелкая. Я хотела крупную. Но так как на фото на Озон Вайтберис не поймешь, то ли она крупная, то ли она средне-средняя. Я плюнула и заказала на Абу. Самую дешевую. 148 рублей. Артикул Ботмин по боксе. Когда я ее сегодня получала, у меня она еще висела в избранных. Ей вроде как еще была в наличии. И даже по той же цене. В общем, совершенно обычно. У меня у той-то пластиковая ручка. Я ее покупала в каком-то оффлайновом магазине, когда сюда только переехала. Стальная сталь. Остренькая. Вот я вчера хотела себе сделать салатик, морковка, яблочко. Что-то вообще давно так не делала яблочко с морковкой. Даже забыла, что туда кладут, делают ли так, добавляют ли туда какой-нибудь сахар, или не добавляют, или наоборот какую-нибудь соль. Вот. Может быть, оно чуть менее крупное, чем на обычной терке. Слушай, тут какая-то острая фигня. Может, это просто острая фигня. А может, оно для чего-то вот, ну, что-то отпилить. Ну, да, как у меня там есть еще курица, и кошка хочет жрать тоже. Что ж я все деваю-то, извини, зритель, что-то я зеваю. То это я сначала курицу, наверное, сегодня сделаю, а вот и салатик на ней завтра. Вот. Хорошая терочка. Места много не занимает. А вот это уже со взором. Я на нее смотрела месяца три, не поверишь, зритель. Она была то 400, то 395, то что-то в этом роде. И тут, смотрю, 170 рублей стало. Я думаю, 170 рублей дешевле вряд ли будет. Ну, на всякий случай глянула на Вайтберрис. На Вайтберрис она очень дорогая. Там что-то от 400 до 500. Это, короче, такая формочка как бы силиконовая. На 7 ямочек, 7 штучек по 5 сантиметров. И она с крышечкой. И мне еще надо. В ней можно что-то подавать. В ней можно что-то заморозить просто так что-то. А я хотела какую-нибудь такую мисочку, в которую разлил желешку. Ну, будущую этот желе или будущий мармеладик такой, чтобы такими десертиками был. Разлил вот в такие порционные штуки. Убрал в морозилку или в холодильник. Потом достал или прямо из нее ел. Или извлек. Потому что она силиконовая, я думаю, удобно будет. И поэтому она у меня очень долго была в закладках. Вот. И на главное тут еще с крышечкой. Удобно. Залил, допустим. Закрыл. И сразу убрал. Ну и в честь того, что это силикон, у ней, наверное, при случае можно и запечь. Но я брала чисто вот для морозилки. Что-то заморозить. Даже не обязательно желатинку. Ну, желейку. Можно какие-нибудь там ягоды с сахаром. Рассортировал по этим штучкам. И убрал. Всякие разные ягоды с сахаром. А можно и желейку залить. Но при случае можно что-то и запечь. Вот она вот с этой стороны, тут с одной... Ну, короче, с двух даже нет. Тут с каждой, короче, я сейчас заметила. С каждой стороны такая как бы маленькая выпуклая защелка на крышке. И, соответственно, за счет этого оно держится и не выпадает. О! Ну, если не закрыл до конца, то отваливается, конечно. А если вот совсем защёлкнул легонько. О! Она держится. И не падает. 170 рублей. Сейчас она вроде слегка дороже, но если тебя жаба не душит, и ты больше сапоголик, чем я, если я куплю-куплю-куплю, то этот... Я оставлю артикул в инфобоксе. И, возможно, ещё в закреплённом каменте информашкой вместе. Вместе с артикулами с Веберсом. Ну, короче, она мне очень понравилась. Там ещё в таком же цвете была синяя. Но синяя стоила, по-моему, 195 рублей. Но я вообще синюю потом уже увидела, когда зашла на карточку товара, чтобы заказать его. Глянуть там, когда он доставится, всё в таком духе. Ну, и этот... И подумала, а что мне синяя? Изначально зелёную хотела. И ещё мне магазин один периодически дарит какие-то баллы. Я каждый раз забываю, был там путный чай или был не очень, потому что есть Ремонити, а есть вот тот, который сейчас будет. Левки, что ли, такое. И оно, короче говоря, в какой-то из них вот, ну, где-то чай нормальный, а где-то, ну, так себе. И вот, может, у них и того, и другого встречаются, потому что у меня как-то были баллы от того и другого магазина, как бы разных фирм. А покупала я у какого-то продавца, где было и то, и другое. И тот, и другой чай. Ну, и, короче говоря, где-то нормально, где-то нет. У меня было 100 баллов, которые можно потратить полностью, если делаешь заказ на 400 рублей. У меня денег не столько много, но и не столько чего-то там надо. Что-то я у них уже пробовала, что-то у меня лежит, как бы есть, и я его еще не выпила. Что-то у меня лежит, и я поняла, что оно, ну, так себе, чисто от безысходности выпить. По-моему, гуанин у них хреновенький. А тут я как-то на Вайсбери заказала колодец дракона, на который очень долго смотрела, и наконец-то на нем была обменяемая цена, там что-то около 300 рублей за 50 грамм. И он оказался по вкусу, как формозо-олонг. Ну, этот, даже не формозо-олонг, а этот, как лапсанксушонг. Ну, вот тот, вот, копченый чай. Черный копченый чай по вкусу, вот, реально, как черный копченый чай. А по цвету и виду завар, как очень хороший, крутой лудзин. Я думаю, хрен знает, так ты его пьешь нормально, но хотелось-то пить по вкусу, как лудзин. Там еще в камен так писали, почему у вас так вот, ну, типа, покупали все время, нормально было. Говорят, да, вот удивительно, китайцы так сделали, такая вот это. В этот раз такая поставка. Обязательно решили, что русский человек выпьет все, что угодно. Или брак какой-нибудь, не знает. И тут, там был, короче, по 100 грамм. Ну, чуть подешевле выходило. Это стоило 290 с чем-то. Ну, за счет бонусов у меня чуть дешевле оно вышло. Многократная, пятикратная заварка. Тридцать грамм. И вот тридцать грамм я так поняла, что оно как бы, ну, чуть лучше по качеству, чем тоже за сто грамм. По отзывам, по фоточкам. Ну, я заказала этот. И потом там как бы что-то я посмотрела. Но сначала, пока я лопала глазками, оно думало купить, не купить. Оно было что-то 300 с чем-то, эти сто грамм. А потом, смотрю, это купили из всего, что мне бы хотелось. А мне хотелось именно колодец дракона. Ну, и из того, что осталось, там был только колодец дракона. Да, можно было ничего не покупать и просрать эти сто баллов, которые я уже как-то просирала у другого магазина. Но мне хотелось колодец дракона. И в итоге, короче, я заказала этот колодец дракона. Еще вот не распаковывала. Тридцать грамм. Экспортировано в Россию. Две чайные ложки, то бишь пять грамм на пол-литра воды 85 градусов 3 минуты заваривать. Самое интересное, что у каждого по-разному. Даже у того же продавца, только 100 граммовой пачки, оно было другой температурой. Тут белки 0,1. И углеводы 0,1. И одна калория на 100 миллилитров. Обалдеть! Плосколистовой чай номер один в Китае. Лундзин. Колодец дракона. Чай зеленый листовой. Имеет чистый, светло... Чистый настой светло-зеленого цвета. Со свежим, насыщенным вкусом жареного каштана и тыквенных семечек. Вот честно не помню, так ли это. Может быть и так. Лундзин имеет высокое содержание антиоксидантов. Снижает уровень холестерина. И кровяное давление способствует введению токсинов из организма. Наверно так и есть. Просто я как бы это никогда не ассоциировала, этот вкус с жареными семечками. Вот зритель. Если ты видишь где-нибудь китайскую сэнчу. Или китайскую сэнчу. То знай. Я всегда это знала. Теперь и ты знаешь. Что китайская сэнча это... Самого низкого сорта дикого унылого качества колодец дракона. Потому что вот у меня тут то, что выдается за китайскую сэнчу. А иногда еще и за японскую сэнчу. А на деле это унылый колодец дракона самого паршивого паршива. В общем, если мне снова этот левти скинет баллов. Видимо, у них весь чай, наверное, все-таки такой по большей части. Но пуэрто более-менее меняемый был. Если мне этот левти... Вот такие какие-то некоторые чай, которые очень редко бывают хреновыми. Их сложно испортить. Там можно купить. А что-то вот это... Слушайте. Даже если не учитывать эти баллы... 300 рублей за 30 грамм? Да они охренели. Они какое-то говно подсовывают совершеннейшее. Я как? Когда-то давно, в 2012 году, был в Ярике магазин «Центр китайского долголетия». Я там оставила 6,5 тысяч на чай. Из них было 300 рублей. Ну, 300 с чем-то на упаковочку каких-то ампул. Корень женьшеня с маточным молочком. Он вкусненький, сладенький был. Там мед еще был, что ли, добавлен. Чай добавлять можно было с чаем пить. Можно было просто так пить для укрепления организма. И вот я туда приперлась. А скупила у них треть магазина. Как потом выяснилось. И мне хотелось сенчу. А у них сенчи не было. Они сказали, у нас есть не сенча, а китайский вариант. Аналог колодец дракона не менее вкусный. Похожий по скрутке и сбору. И вот. Тогда, правда, качество-то было лучше, когда я покупала. И вообще... Даже тот, который у меня отдает почему-то копченостями. По виду выглядит совсем другой. Дизлайк. Нафиг вас. Теперь я буду точно знать, что на Лев Ти... Или как там они? Да, Ти... 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 Не, он, конечно, по такому уже примерно цвету, как на упаковочке, но всё-таки думается, что на упаковочке, ну, как бы это, хоть в этом плане они не врут. Я подумала, что тогда у меня может не так передаётся свет монитора и так далее, как они обычно пишут. В общем, полное разочарование. Ну, я его заварю, посмотрю, может, он всё-таки по вкусу-то будет отдавать этими семечками. Как надо. Всем спасибо за просмотр, вот такой печальный обзор. Там ещё одна штука будет, мне как бы её надо обозреть и отзыв оставить там, где я её покупала, ну, и саму узнать, работает она или нет, но я думаю, что всё нормально, несмотря на то, что Почта России её куда-то отправляла не туда. Если хотите кинуть в меня чаем, то можете узнать адрес базы выдачи ближней ко мне от Азона или Вайтберис, или Почта России, за востребование, ссылка в инфобоксе. Если хотите поддержать мой канал и чтоб я, допустим, докупила себе некоторые аксессуары для... за ваш счёт, а не за свой. Если за свой счёт снова куплю, то буду сидеть на картошке и маринованных овощах без мяса, без мяса скучно. Если всё ещё ждёте АСМР, и оно выходит не то, что вы хотите, там, гадания какие-нибудь ждёте, или ещё какой-то АСМР, типа, в моей сумочке, можете подписаться на Boosty 200 рублей в месяц, и это обеспечит вам стабильные 3 АСМРа в месяц с ранним доступом к ним. Вот здесь облачко. Ну и всем пока!